Сверхуспешный директор, сенатор, кандидат наук, трудоголик, фанатично преданный делу, человек года Витебской области. Это регалии и характеристики, которые Анна Шарейко получила от государства коллег и подчиненных. Обвиняемые в злоупотреблении служебными полномочиями. Это мнение следователей. Позиция адвоката невиновна. За полтора года громкое дело успело обрасти огромным количеством слухов, версий и домыслов. Поэтому попасть в зал заседаний Верховного Суда оказалось не так просто. Взявшие в осаду вход, журналисты собрали за собой целую колонну родственников обвиняемых, свидетелей и адвокатов. Первым к двери смог пробиться лишь прокурор, который был немногословен. Без комментариев, начало процесса. Накануне в зале заседаний сделали ремонт, поэтому обвиняемые вместо привычной решетки на происходящее взирали сквозь прозрачное стекло. После полутора лет в изоляторе Анна Шарейко не потеряла бодрости духа и даже улыбалась. Родственники плакали. Журналисты строчили пестрые заголовки про маму Анны. Этот бренд витебской бройлерной птицефабрики обычно связывают с именем директора. Хотя в название вошли из-за главной буквы имен ее заместителей. Они теперь также в статусе обвиняемых. Кроме того, судят двух компаньонов-поставщиков. Один из них гражданин Литвы. По мнению следствия, именно у них птицефабрика закупала корм для бройлеров по завышенной цене, игнорируя более дешевый отечественный. В белорусском аналоге гораздо меньше белка, объясняет Анна Шарейко. Поэтому купив его бройлеров, пришлось бы дополнительно докармливать. А это на порядок дороже. Кроме того, отечественный поставщик не включил в цену доставку. Обвинение насчитало солидный ущерб — 4 миллиарда рублей. Менеджеры Ганны уверяют — не взяли ни копейки. Люди вся Витя Почина сейчас переживают за нее, потому что тоже они знают ее как порядочного, честного человека. Вообще надеемся на правосудие в нашей стране, что оно восторжествует. В конце 90-х Анна Шарейко взялась руководить фактически развалившимся предприятием. А спустя несколько лет Ганна заняла четверть рынка Беларуси и уверенно вышла на экспорт. Генеральный директор не раз получала награды, а управленческая харизма позволила ей даже занять место в Совете Республики. В год ареста директора Витебская птицефабрика вошла в двадцатку самых успешных предприятий страны. И вот после стремительного взлета такое падение. Страсти вокруг громкого дела накаляет и вброс информации в интернет. Мол, Ганну с насеста сбросили конкуренты — производители того самого корма, который отказалась покупать Анна Шарейко. Как бы то ни было, отечественное питание не пошло впрок витебским бройлерам. После ареста директора Ганна стремительно теряет позиции на рынке. Анна Шарейко отметила свое 55-летие в изоляторе. Учитывая пенсионный возраст и хронические болезни, адвокат просил изменить меру пресечения своей подзащитной. Но судья оставил Шарейко под стражей. Даже самые опытные юристы пока не делают прогноз, чем закончится резонансный судебный процесс. Но то, что пришедшее в движение весы Фемиды остановятся еще не скоро — это факт. Учитывая количество обвиняемых, свидетелей, заключений, экспертиз, слушания могут продлиться не один месяц. Дмитрий Семченко, Александр Сумар, ОНТ.